Утреннее шоу «Коктейль Молтон» продолжается. Дорогие друзья, доброе утро. Приветствую всех, кто там присоединится. Мы в прямом эфире и готовы познакомить вас с нашим сегодняшним гостем. Как из Пермского края уехать в Москву? Как поменять профессию стоматолога на профессию кузнеца? Как бросить все и заняться любимым делом? Об этом сегодня вам расскажет Александр Викторович. Художник по металлу, скульптор, кузнец, победитель. И победитель чего он сам расскажет. Наверное, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, как вообще вы просыпаетесь? У вас есть какой-то секрет или вы такой, вы сова, например? Нет, я обычный человек, как и все. А сколько вы обычно встаете? Ну, то есть в 6 утра, все, закаляетесь и дальше заработать. Чуть попозже, может быть, в 7-8. Ранний подъем для вас норм? Всяко бывает. Все зависит от того, во сколько лег вечер. Это да. Все кубочных людей. Расскажите про чемпионат, в котором вы недавно победили. Я так понимаю, это среди художников России. Ну да, художник по металлу, кузнецов. Вообще, был чемпионат по художественной ковке среди мастеров России именно. И проходил он в Крыму, в Симферополе. А туда любой мог попасть? В плане, или надо было сначала где-то победить, а потом на Россию идти, или нет? Или любой мог заявиться? Ну, любой мастер мог заявиться. Там мастеров много было. А сколько? Честно, там, я не знаю, точное количество участвующих именно в фестивале «Время Крыма». Там больше ста, говорят, точно было. Но именно в чемпионате участвовало там, что-то около 50, что ли. Так, и чем... В чем соревновались? Да. Отличается от других. В скорости изготовления? То есть, там не только скорость. Там, допустим, у каждого были равные условия, во-первых. То есть, там, допустим, наковальня, там, тиски, там, резак, там, горн, уголь, там, и молотки. Стоит, одинаковые у всех были. Это ваши были, которые вы привезли, или нет? Нет, я вообще приехал пустой совсем. У меня не было никакого инструмента, ничего вообще не было. Но считаю, что главное, это не материал, а идея. В любом случае, да. Для художника важна идея. То есть, а воплощение уже можно там импровизировать. То есть, с чем это работает? Можно и пальцами, можно выдвинуть. Кто-то так сможет, да. Пальцами, вот, ну, то есть, горячий металл тихонечко. Ну, кто-то может так, может, да. Один раз, я так понимаю. Да, вот. Там нам дали равные условия всем. Но и задание было. То есть, по техническому заданию нам надо было выполнить кубок, там, вазу, рамочку, там, соответственно, размер дали, задали, да. И вот надо было попасть в такую тему. А из чего сделать? То есть, какие-то материалы? Выдали форму, заготовку или просто? Материал не выдавали. Там попутно проходил фестиваль. Время Крыма назывался. Мы делали огромную карту, там, не помню, там, метров 10, что ли, она длиной, если не больше. Все 60 человек делали? Больше 100 человек. Обалдеть. Да. Причем люди всех с разных регионов России, там, и исполняли эту большую карту в Симферополе. Вот, и, соответственно, то, что остались там заготовки, так скажем, мусор железный, да, то есть, надо, можно было его использовать. То есть, ну, я, соответственно, увидел швеллера, подумал, что-то сделаю из швеллера. Почему нет? Швеллер это? Швеллер это... Кусок металла? Кусок металла. Швеллер это бутопе, скажем так. Да, ну, как, за границей говорят, Си-профиль. Да, да. Да. Так, и вы нашли там какой-то определенный размер, то есть, до 10 сантиметров, да? Ну, валялся там 10 сантиметров, у него полка, так скажем, да? Прям валялся, или, может быть, это чей-то был? То есть, так, подождите, давайте так. Значит, в рамках фестиваля изготавливали большую карту. Кували, кузнецы, что делать? Да, да, да. Всем, кто приехал принимать участие в этом фестивале. Да. Решили провести еще соревнования с кузнецами. Значит, все, что не вошло в эту самую карту, мусор стал инструментом. Вас не ограничивали ни размера. Материалом. Материалом. Да, собственно, ну, это мусор, оставшийся мусор, который мы могли использовать как материал. Заявились на этот самый конкурс не все, кто ковал эту большую карту. Да, там была жеребьевка, то есть, в каждом был свой номер, там разделили на 3 дня, то есть, и... По времени сколько давалось? 4 часа. Всего 4 часа? И за 4 часа вам нужно было создать... Да, синтровизировать, что-то сделать, за 4 часа она была, да. Так, и вы уже знали, что будете делать? Или вы материал отталкиваете? То есть, задание озвучили, да, я заранее обдумывал, ну, швеллер нашел, подумал, что я буду швеллера делать. У меня ночь была, то есть, ночь я подумал, что я из него смогу сделать, то есть, почитал историю, так скажем, про Крым, да. Подождите, вам раздали задание, и дали еще ночь на обдумывание? Нет, задание сказали, сделайте что-то красивое, у вас есть 4 часа, вот, ну, то есть, и дальше уже... Ну, а пока идите поспите, да. Нам дали список, там, задание, да, допустим, там, вот, пункты, то есть, какие мы должны выполнить пункты именно в рамках чемпионата, вот, и, соответственно, я руководствовался этим списком, то есть, ну, долго я не думал, честно говоря, что я буду делать, и почитал про Крым, увидел, что там символ грифона, ну, я подумал, ну, а швеллер, буду делать, и швеллер, и грифон, значит, ну... Действительно. Раскалили швеллер. Ну. Ну, сложно было делать, в чем была главная сложность? Я не подхожу с тем, что вот мне что-то сложно там, или просто, да, то есть, в любом случае, что экспромт, он подразумевает, что какие-то ошибки будут, да, или там что-то, или какие-то удачные моменты будут, то есть, поэтому... Ну, я просто импровизировал, и... А если бы не думали почитать, может, про Пермский край перед этим, и сделали бы Мишку? Ну, вполне возможно, что... В следующий раз, я думаю, что... Если это будет Пермский край, это, скажем, такое мероприятие. Мы что-то застряли, мне кажется, на этих соревнованиях. Самый удивительный факт, это то, что, в принципе, вы стали заниматься художественной ковкой, будучи представителем совершенно другой профессии. Вы не учились на это специально, и не думали, наверное, или наоборот, с детства предполагали, что вы, в конце концов, будете заниматься именно этим. Как вы к этому пришли? Ведь мы знаем, что по образованию-то вы вообще врач. Ну, не совсем врач, ортопедическая стоматология и зубной техник, ну, это такой лабораторный, так скажем, момент профессии. Не было такого, что вы увлекались, пломбу там вытачивали, и такие, ну, сделаю грифон на пломбе. Протезный, да? Нет, ну, вообще, я с детства с отцом занимался всякими, так скажем, художественными делами, то есть, считаю, что он у меня главный учитель все-таки. Вот, и, ну, это тот человек, который задал вкус во мне, да, то есть, с детства. То есть, я видел, как, что он делает, и... А он был профессиональным? Он тоже, я не учился, самородок-то, скажем, да, был соликамский. Вот, и я никогда не задумывался, чем его заниматься. Просто, вообще, я думал, когда я закончил школу, я думал, что пойду учиться на ювелира в Кунгур. Неплохо. Да, но так как там был сложный набор, там раз в три года, я не попал в этот набор, соответственно, да. Ну, а схожее, это вот по материалу, это стоматология. Ортопедическая причем, да, то есть, там, вот эта лепка зубов, там, вот эта, ну, с материалом. Ну, вы поработали по специальности какое-то время? Можно сказать, что не работал, но в армии немного, и перед армией, после армии уже не получил. В армии? Да. Ортопедическая стоматология? Ну, пришлось, да. Ничего себе. Так, и в какой момент вы решили, что все, хватит, надо завязывать с этим? Нет, я так не решил, тут, как сказать, жизнь сама поставила свои ограничения и рамки. Я когда вернулся с армии, был дефолт, я нигде не мог устроиться, 98-й год дефолт. То есть, я нигде не мог устроиться по своей профессии, а жить-то как-то надо, зарабатывать, да. Шлось идти на завод. Так. Соликамский магнитный завод. То есть, вот, поработал там 8 лет. У меня, соответственно, квалификация стоматолога, так скажем, сгорела, но знания-то, они все равно остаются. Всегда. И умения. Вот. И они постоянно привождаются. И на заводе вы, соответственно, научились работать с металлом? На заводе нет. На заводе просто я зарабатывал деньги, так скажем. Так, и в какой же момент вы поняли, что все, хватит завода? Пропутно я занимался рисованием, там, портреты рисовал, там, художественным татуом занимался. То есть, есть люди, не металл, на которых набиты ваши рисунки? Есть. Есть. Ходят, да. Довольны? Подождите. Они мне пишут сейчас. Один вопрос. В Соликамске вы набивали купола? Купола нет. Все, хорошо. Я не, как сказать, зоновские наколки не делал. Я занимался художественным тату. Слушайте, вот сейчас наши телезрители имеют возможность видеть, как происходит процесс создания произведения искусства. Ну, я не знаю, про скульпторов говорят, что, или кто говорил из известных скульпторов, я беру кусок камня, отсекаю все лишнее. У вас, видимо, то же самое. Вы берете кусок металла, нагреваете его, и... А дальше что? Ну, с металлом немного по-другому. То есть, скульптура из металла, там нет такого, что отсекать лишнее. Хотя можно тоже взять зубило и вырубить из металла, но это будет очень сложно. Это не камень. То есть, тут надо видеть, в моем случае, как скульптора, надо видеть именно изначальную форму. Вы ее прорисовываете как-то? Вообще, как выглядит рабочий процесс? Я так понимаю, что ведь часто приходится делать что-то на заказ, и не обязательно... Вот именно в этой работе, да, то есть, мне надо было создать маску Баба-Яги, да, и я не отталкивался от кого-то там визуального персонажа, да. То есть, я почитал историю по Баба-Ягу, то есть... Миллиарды приходили в голову сразу. Фильм я не смотрел, а просто почитал, что за человек. А, видимо, все равно с детства отпечаталось, что там актер-то российский. Миллиар, вот я говорю, да, да, ну, как-то похоже на него. Баба-Ёжик постоянно. Да, на него все равно похоже получилось, да. И Кащеев. И Кащеев. Ладно, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться. Коротенькая реклама, и затем мы вот эту мышь обсудим. Это ведь из-под вашего... Вот она. Я не знаю, как зубило вышло эта мышь. Вот она здесь уже. Да, она есть, вот она, да, кстати. Я хотел показать, она у меня в руках, я разглядывал ее, и вот она у нас вот крупным планом на эфирную плату. Вот такой вот символ 2020 года вышел из-под руки, я не знаю, зубило или чего там, как это правильно называется. Ну, сейчас мы и расспросим, что это за инструменты. Александра Вифта, нашего сегодняшнего гостя, художника по металлу, скульптора Кузнец. Это стальная крыса. Это стальная крыса. Вот это вот прямо вот символ, символ. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ой, доброе утро, Илья. Доброе утро. Расскажите, вот такие штуки у вас интересные, достаточно милые. Как вы, ну, долго вот эту штуку, например, делать? Например, слона вот этого долго делать было? Ну, целиком по одному слону я не делаю. То есть я беру сразу несколько заготовок, да, и, допустим, по четыре штуки сразу делаю. Ну, примерно, три-четыре слона в день вот такого размера. Потом идет раздательство. Подождите, а как вы их делаете? То есть вы их сразу нагреваете, вот эта вот стоит заготовка, она вся горячая, раскрасневшаяся. Конечно. И вот тут же, как повар... Там много очень инструментов, и там и тиски, и наковальня, и куча инструментов. Ну, и молот нужен, там, и всякие ручники, молотки, там, и зубила, то те же самые, да. Вы эти инструменты с собой возите? Когда я езжу по мероприятиям, я вожу их с собой, конечно. То есть не всегда, но, вот, допустим, на чемпионат я ничего не брал, потому что я не знал, что там надо. Там все дали, а так в целом у вас с собой... Там не все дали, но там то, что дали, я пользовался тем. Инструменты, которые вы возите, это сколько приблизительно килограммов? Ну, смотря, куда еду и... Ну, вообще, вот от минимума до максимума. Ну, понятно, минимум уже не одного, а самое большое количество инструментов, которые вам когда-либо приходилось брать с собой? Килограммов 20, возможно. Килограммов 20? То есть тащить с собой короб? Просто кузнечный инструмент, который нестандартный, скажем, для кузнецов. Там всякие зубила, там мои личные, я люблю длинные инструменты, чтобы они можно было работать. Где-то короткие надо, там наоборот. Всякие клепальники, там чеканы, которых может быть не быть там на площадке, да? Чеканы это? Ну, для чеканки, так скажем. Ну, ладно, чеканки, ну, надо понимать. А скажите, у вас есть работа, которой вы прям гордитесь больше всего? Ну, я считаю, что любая работа, это какая-то ступень, да, развитие. И даже сложно выделить какую-то одну работу. Ну, то есть, смотрите, у вас, например, ваше лучшее работа. Вы, наверное, скажете, что я все люблю, все хороши, но в голове же что-то возникает. Я так скажу, что в любой работе есть какие-то недостатки, которые я вижу, да, и стараюсь каждую работу сделать еще лучше. То есть, как-то вот так вот. А Пермскому краю какие-то работы принадлежат вашему? Ух, смотрите, какой ужасник. Чудовище какое-то. Дрители наши видят картинки просто. Делал я в Соликамский арт-объект, там Проша, так называемый, есть, стоит в село Тахтуево. Что за Проша? Что за история, связанная с Прошой? Проша – это такой горный дух уральский, то есть, дух горняков, скажем, такой свой пацанта, скажем, и горняков, который охранял их там под землей. Вот они там рубят, там, скажем, породу или что там, да, там не рубили, там, бедоносных именно шахт. То есть, вот Проша у нас тут было. Везде я разные, кстати, вот я тоже поузнавал, и где-то там на Украине, там у них свой, там… Свой Проша? Там не Проша, по-другому называется, но там тоже у них там есть такие духи везде. Расскажите, какие у вас планы, ну, дальнейшие, то есть, где-то участие в других чемпионатах, может быть. Чудетом того, чтобы перебрались в Москву, там что, больше заказов, там интереснее? Ну, да, у меня немножко возник ступор два года назад в Соликамске, и надо было куда-то развиваться и двигаться, а я там уже, как это сказать, перерос просто, да. И Пермь одновременно с Соликамском переросли. Да, ну, у меня уже тогда известность какая-то, видимо, была уже. Я уже до этого участвовал в всяких чемпионатах и фестивалях, и, видимо, заработал какую-то репутацию свою, и начали приглашать. То есть, ну, меня пригласил в Союз Кузнецов в России, можно сказать, на выставку там, и я сдружился с разными мастерами и попробовал там работать, ну, как-то сросся, так скажем, в Москве. Нет сейчас лаборатории Александра Вихта, металлической, лаборатория металла Александра Вихта. У меня нет своей мастерской, я считаю, что мне она, в принципе, не нужна. Я могу работать на любой территории, мне всегда рады другие мастерские, без проблем работать. То есть, можно приехать, арендовать? Да, на чужой территории спокойно я работаю. А куда все-таки планируете? Какие планы, перспективы у вас? Куда движетесь? Ну, куда, в принципе, зовут, туда двигаюсь, все зависит от времени, да. Если я сильно загружен на работу, то я, соответственно, куда-то не еду, но жертвую чем-то там, да. А планирую, ну, ну, летом не всегда горячая пора, и там очень много поездок, мероприятий. Это вот симпозиумов разных там до фестивалей, би-биеналии бывает. Ну, вообще, думаю, новое, на что я планирую в этом году для меня, это будет новинка, да. Я хочу поучаствовать на биеналии Европы по художественной ковке в городе Стия, Италия. Где соберутся лучшие зрители профессии со всей Европы. Не только Европы, там со всего мира приезжают. Ну что ж, я думаю, это грандиозная цель на 20-й год будет осуществима. Вы столько мышей наделали металлических, судя по фотографиям. Я думаю, все они принесут вам удачу. А, кстати, вы верите вообще в это? В то, что мышь? Ну, если закладываешь в это какие-то чувства, то, конечно, будешь верить. То есть, я, допустим, не молюсь на нее, так скажем, но какая-то... Но под подушечку? Нет, нет, да. Ну, нет, допустим, в прошлом году делал вот такого, да, персонажа. Свинтуса? Это кабан какой-то? Да, кабан, кабанчик, так скажем, кубический кабанчик. Это был символ 19-го года, даже написано вот в 2019. То есть, соответственно, у меня год был такой обильный, насыщенный и удачный, так скажем. Ну, видимо, что-то как-то работает. Отлично. Ну что ж... А сейчас год мыши. Потрясающие мышки, конечно. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня прямо перед поездом посетили нас. Мы вам за это благодарны. Желаем, чтобы в 2020 году все ваши цели осуществились, чтобы мы с вами... Ну, и как только вы съездите в Италию, не забывайте про родной край, не забывайте про наше шоу и сообщите нам о результатах. Да и просто поделитесь фотографиями, мы поделимся. Да, ну, либо приезжайте, ждем в гости после этого. Ну, конечно, я тут бываю, не так часто, конечно, но раз... Три раза в год езжу. Вот в один из них после Италии мы ждем вас в этой же студии. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Все, до новых встреч и всем зрителям. Тоже. Спасибо. Спасибо.